Всем привет! Давайте сегодня займемся растяжкой. Я хочу показать вам несколько упражнений на растяжку различных групп мышц. Давайте начнем с мышц задней поверхности бедра. Это самое распространенное упражнение, как мне кажется. Выполняется в положении сидя. Вытягиваем ножки и с прямыми ногами тянемся вперед. На начальной стадии можно округлять спину, но при этом стараться не сгибать колени. Здесь у нас как раз растягиваются мышцы задней поверхности бедра. Если у вас хорошая растяжка и вы можете более глубоко пуститься вниз, тогда вы тянете носочки на себя и держите спину намного ровнее. Ну и естественно не сгибайте колени. Кстати, если вы ровно держите спину, здесь у нас тянутся не только мышцы задней поверхности бедра, но и ягодицы. Теперь будем растягивать ноги по очереди в положении лежа. Ложимся на спину и тянем к себе прямую ногу. Стараемся не сгибать колено, максимально держать ногу ровной. И тянем как можно ближе к себе. Вот в данном случае у нас тянутся мышцы задней поверхности бедра правой ноги. Тянем. Вообще все упражнения на растяжку вы должны выполнять с расслабленными мышцами. Ни в коем случае нельзя их напрягать, иначе они будут сопротивляться. Поменяем ногу. Аккуратненько тянем. Не делаем никаких резких движений, чтобы не получить травму. Здесь у нас тянутся мышцы задней поверхности бедра, как я сказала. И вот связочки под коленом тоже очень хорошо тянутся. Старайтесь не отрывать ягодицы от пола. И вот вы будете замечать, что по мере растяжения мышц, чем дольше вы их тянете, тем они больше вам отдаются и становится намного легче их тянуть. Они меньше сопротивляются. Поэтому обычно упражнение на растяжку выполняется от 20 секунд и более. Далее мы растягиваем ягодичные мышцы. Ставим правую ногу на левую. Максимально уводим колено в сторону. И обхватываем левую ногу снутри. И вот тянем бедро к себе. Напоминаю, колено правой ноги мы уводим в сторону. И вот тянем ягодицы правого бедра. Так же, как я до этого сказала, все упражнение растягиваем от 20 секунд и более, чтобы мышцы начали тянуться. После 20 секунд где-то примерно они начинают расслабляться и менее сопротивляются. Меняем ногу. Колено уводим в сторону. Тянем бедро внутри. Я вам, конечно, показываю не по 20 секунд, а гораздо меньше. Но это как для примера, чтобы вы дома могли выполнять эти упражнения. Отлично. Немного потянулись. Далее растягиваем мышцы внутренней части бедра. Садимся ноги в рост. Тоже, я думаю, что знакомые для вас это все упражнения. И сначала тянемся вперед. Опять же, у нас мышцы начали сопротивляться, потому что мы переключились на внутреннюю часть бедра. Вы должны расслабить мышцы, развернуть колени наружу и тянуться с максимально ровной спиной. То есть мы не плечами тянемся, а грудью. Теперь в правую сторону. Сгибаем колени. И влево. Для вас это, наверное, правая сторона. Еще раз вперед. Колени разворачиваем наружу. Отлично. Теперь сгибаем одно колено. Пяточку прижимаем к себе. Другую ногу. Также она уведена в сторону. Ну, а теперь вот колено разворачиваем вперед. И тянемся немного вперед. Здесь у нас еще хорошо тазобедренные связки тянутся. Не сгибаем колено. Хорошо. И меняем ногу. Колено вперед направляем. Сейчас вперед немного тянемся. И к бедру. Хорошо. Так, теперь сделаем бабочку. Стопа к стопе. Ухватить до себя. Стопы. Стопы и пружиним коленями. Как бы приближая их к полу. Стопа к стопе. Тоже у нас тянутся мышцы внутренней части бедра. Расслабляются бедра. Очень хорошее упражнение. Теперь попробуйте развести колени в стороны и потянуться немного вперед. Вот мы чувствуем более глубоко, что у нас тянутся мышцы внутренней части бедра. Еще. Далее мы тянем мышцы груди. Скрестили ноги. Руки поставили как можно дальше назад. Давайте боком покажу. И на вдохе прогибаем спину и тянем грудь вперед. Выдох. Расслабляемся. Вдох. И выдох. Вдох. Выдох. Выдох. Еще раз. И выдох. Растягиваем мышцы задней поверхности плеча. Уводим руку за голову. И начинаем давить на локоть. У нас тянутся трицепсы. Спину ровно держим. И как бы скользим пальчиками вдоль позвоночника. Сейчас я спиной покажу. Вот так вот это выполняется. И другой рукой также. Тянем плечи. Приближаем к себе прямую руку. И также другую. Ну и напоследок. Одно из моих любимых упражнений – это перекатывание на спине. Упражнение очень хорошо расслабляет спину. Очень полезно для позвоночника. В общем, я его всем рекомендую. Обхватываем себя за бедра, округляем спину и ложимся на спину. Достаточно всего несколько упражнений, чтобы поднять себе настроение, расслабить спину и чувствовать себя замечательно. Ну, на этом наш комплекс подошел к концу. До новых встреч!